Вы никогда не потеряетесь со мной в Манхэттене. Просто даже вот не показывай мне куда идти. Называй название места и я поведу нас. Пипы Бахерия. Молодцы, проверяем учителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До свидания! Спасибо! Там несколько раз менялась структура и уже где-то в середине сороковых это стало кооперативом и вот собственно эпоха того времени сохранена. А он сразу был, если ты знаешь, один этаж? Да, тут получается 15-16 этажей и этаж, то есть квартира занимает целый этаж. То есть тут включается вот 15-16 этажей и 15-16 квартир. О, круто! Какой размер квартиры? Размер квартиры около 4400 квадратных футов, что в метрах ты лучше знаешь 400... 4 сколько? 4400? Ну, в районе 400 метров. 400 метров. В те годы еще 400 метров весь этаж. Вот это интересно. 1924 год. 1924 год и нужно понимать, что это довоенная застройка. Это то, что вот в Нью-Йорке называют cookie-cutter. Это не cookie-cutter. То есть это вот не то, что по шаблону сделали 100 квартир. Это очень огромное пространство. Здесь 12 комнат, 5 спален, 5 ванных комнат, 1 гостиная ванная комната, да, как powder room, которую мы называем. Вот здесь очень много места и у вас получается нету, ну, соседей по этажу. Стены. Стены. Стены как-то. Я думаю, здесь очень все. На века. Сделано, да, да. Последано на века. Я вижу много арта. Этот район еще. Скажи про район Upper East Side. Да. Upper East Side. Мы сейчас находимся между 77-й и 78-й улицей. Парк Avenue. То есть центральный парк, он вот прям, вы его отсюда увидите, он идти буквально одну минуту, одну-две минуты и вы уже в центральном парке. Это вот та локация, где живут, как бы вот без названия имен, да, богатые бизнесмены, богатые политики. Здесь много старых денег, есть новые деньги. Вот. Ну, абсолютно разные люди со всего мира покупают. И вот именно на 60-х и 70-х улицах владеть квартирой как эта или таунхаусом или квартирой, когда у вас apartment per floor, это очень-очень-очень престижно, это очень круто. Вот. Самая дорогая. Перед вами сейчас квартира, которая еще не вышла на рынок, но скоро выходит, а она будет стоить прямо вот до 10 миллионов. 9-900. Ну и цена за счет того, что здесь, как мы видим в картинке, ремонт был сделан очень давно, поэтому цена соответственно. Да. Я думаю, обновленные такие квартиры миллионов плюс-минус 13 будет. 13, 14, 15, да, в зависимости от того, как сделан ремонт. Какая раз эта потолков, я вижу, она немного как прыгает, да, здесь из-за чего-то приподнято немного. Да, здесь тут приподнимается, ну, наверное, где-то около 8,5-9. Про метры говори, 3 метра. Ну, наверное, 3 метра. Да, да, около 3 метров. Можете чуть ниже. Да. Повсюду окна. В этой квартире, но вот видно, что здесь очень классно с семьям, большим семьям, потому что у вас здесь все, у вас есть как бы гостиная, у вас есть dining area, где можно все вместе собираться, кухня. Тут вот мы видим, что там вот камин находится. А интересно, камином пользуются? Камин иногда делают настоящий, иногда декоративный. Ну, я думаю, если он еще оригинальный с 1924 года, то, скорее всего, навряд ли тогда декоративный делали. Да. Видишь, он высен, вперед немного вынесен, соответственно, должен быть настоящий. Можем что-нибудь кинуть, закрыть зажигалку. Проверить? Да, проверить. Пойдет. Давай одну из этих картин. По поводу картин, ты видишь, если ты обратил внимание, здесь Шагал, я вижу принты, не оригинальные картины, но принты все равно это тоже стоит, что-то стоит. Да. По школам, скажи по школам, ты мне не под камеру говорил. Это зона 6, PS6. Хорошая школа, да? Ну, большой госпиталь, знаменитый. Ну, и несколько, мы пока сюда ехали, вы тоже могли видеть. То есть, инфраструктура очень удобна. Ну, и плюс, понятно, что люди, которые здесь покупают, они не всегда должны ездить в офис, там, на работу и так далее. Но здесь очень удобно, потому что можно взять зеленую ветку, вот, там, на... Я о чем не говори. Не о чем говори. То есть, мы на 77-й, на 76-й улице, есть 6-й поезд, который едет до Grand Central, там можно еще ниже поехать. То есть, здесь все очень удобно, так же и на машине, в принципе. И есть Museum Mile, это вот где Мэтт, где большой... Недалеко здесь, да? Вообще недалеко, пешком просто дойти, и вы уже там, по сути, там, на 82, то есть, 5 блоков, и уже он там начинается. Вот. То есть, здесь вот именно самый-самый-самый, как бы, такой центральный, наверное, центральное место, где очень удобно жить и с семьей, и без семьи, и, конечно, здесь одна из самых дорогих недвижимости мира. Как тебе вообще живется вот в Нью-Йорке, расскажи, как? Ты уже такой, real New-Йоркец. Сколько лет ты живешь? Шесть лет. Шесть лет ты живешь. Переехал ты из маленького городка с 50-ми центами в кармане. Нет, я с минусом переехал сюда. С минусом, с долгами. Я с коридинкой переехал. Нет, ну, если ты приехал из Питера, шесть лет ты здесь живешь, по погоде я не спрашиваю, как бы, и там погода так себе и здесь. И здесь, да, так себе. Ну ладно, здесь, на самом деле, погода, вот, и сейчас у нас, получается, мы это выставим когда, непонятно. Ну, октябрь, 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 конец октября, погода классно. Травка зеленая в Питере у вас такое было? У нас такого никогда не было в Питере. У нас травки зеленые никогда не было. В Питере никогда не было солнца. Травка зеленая вон у майка в Казахстане, я так понял. А, вот майк должен нам сделать. Может быть, это тот момент, когда ты вставляешь фотографию казахской травы. Смотри, шесть лет. Как вообще, в целом, твои ощущения? Ну, во-первых, ты супер-мега-звезда на TikTok, real estate, 700 тысяч плюс людей. Ты прикольно развился в этом плане, я тебе скажу. Ну, я, на самом деле, это учился очень многому у тебя, потому что я когда только начинал. У меня TikTok даже нет. У меня TikTok даже не было. Вот, ребята, обращайтесь. Без TikTok научил. Чего, самого нет. Ты же помнишь, мой первый офис, ты заходил еще там до пандемии или в начале пандемии. Вот. Возле Брайн-парка. Не помню. Да, помню. Не, ну мы давно еще, да, встречались. Я помню, не помню, общались. Да, мы, кстати, да, 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 в парке еще. Ты еще заряжал телефон, ты зашел. Я думал, ты зашел со мной пообщаться, а ты зашел телефон зарядить. Как бы. Такая история, ну тебя делать. Надо каждой встрече максимально пользоваться. Сегодня тоже вроде на кофе договорились, снимаем целый день. Ну да. Да. Шесть лет в Нью-Йорке. Ну, нравится тебе? Очень круто, нравится. Особенно нравится, когда ты можешь много работать, потому что Нью-Йорк все равно это трудовой лагерь. И когда можешь уехать. Да. Очень нравится, когда сюда можешь уехать. Вообще это классно. В России он очень нравится. О, прикольно. В России, когда жил, самые счастливые люди были те, кто из России выезжал и возвращался. То есть вот те, кто не мог выехать, они не такие были счастливые, как те, кто мог выезжать из России. Вот. Мне кажется, это психологический такой момент. Я запутался. Он меня запутал. В общем, Нью-Йоркец. Короче, когда я езжу к тебе в Майами и возвращаюсь, я самый счастливый Нью-Йоркец. А, окей. Ну, ты счастливый, когда ты выезжаешь или к возвращаюсь? Я счастливый, когда, когда знаешь, что когда-то я снова уеду. А, окей. То есть вот я вернулся, я заряжен, и я знаю, что я еще потом скоро поеду. Вот в Майами, кстати, поеду. Интересно. А я в Майами вот живя, там я к возвращаюсь в Майами, ну, говорю это честно, это так же и у многих моих друзей. Когда мы возвращаемся в Майами, и такое на душе такое, кайф. Назад в Майами живу. Прикольно. Где тебе больше понравилось? Валей или в Майами? Ну, в ВА я был просто на отдыхе, поэтому в Майами, в Майами, Майами. Ну, а отдых везде он хорош. Сейчас здесь вообще кайфово. Посмотри, погода прекрасно, общаюсь с прекрасными людьми. Ты видишь, какие все кайфовые, знакомятся с тобой, да, ты идешь, все такие прикольные. Ты все оказываешь, как ты это сделаешь. Да, ну я просто с тобой же сейчас. Ну, спасибо. Спасибо. Так, расскажи про Рил оставить. 6 лет ты этим занимаешься. Что ты скажешь на данный момент про свой опыт? Что бы ты, допустим, хотел, и что бы ты, наверное, вот, я бы сказал бы так еще, посоветовал тем, кто рассматривает Нью-Йорк, в примеру, и плюс переехать с целью именно, чтобы заниматься real estate. Насколько это сложно, не сложно? Ты же вообще сразу, в принципе, начал. Я прилетел, по-моему, в субботу, и я в понедельник уже пошел работать. Нью-Йорк. Вот. В Майами обычно прилетают месяц-два там. Чего? Или как я пару лет. Пару лет. Пару лет. Ну, веришь, ты миллионер, поэтому. Ну, да. Так вот, ты сейчас уже начал работать в понедельник? В real estate? Не, у меня первая работа была вообще нет. У меня, я в real estate пошел месяц через где-то 3-4. Ну, тоже, да. Потому что никого не знал, да. А так, в начале, да я что-то только не делал. Вот. У меня одноклассник здесь когда-то жил. А что ты только не делал? Я просто знаю, можно говорить. Насколько что-то ты только не делал? Да. Тогда просто нелегально было. Нелегально тогда были. Сейчас, по-прежнему. Смотря какие. Смотря какие. Смотря какие. Да. Не, ну я... Выращивать. А, выращивать. Ну, это... Смотря в каких количествах. Смотря в каких количествах. Смотря в каких количествах. Это для кого? Нет, я приезжал. У меня одноклассник был. У него был, он, как бы, application по доставке. И они, как бы, продавали бизнесом. И учили бизнесы, как использовать application по доставке. Вот. Ну, всего. Вот в Манхэттене же нужно доставлять быстро вещи. Еду, медикаменты и так далее. Учили бизнесы, как доставлять. Да. Как пользоваться application. Да. И сразу же вот delivery team. У них application был, который учил другие бизнесы, как пользоваться application другим, которые... Вот. Да. Все так. Кроме того, что человек должен был объяснять доставщикам, как использовать application. Получил посылку, загрузил, доставил. Вот это, вот это, Нью-Йорк. Даже такое можно. На этом зарабатывать деньги. Да. Интересно. Да. Вот. Это мы так первое время делали. Но у нас не было лицензии. Это не наш был продукт. Мы просто... У нас просто была как бы лицензия в Нью-Йорке этим заниматься. Ага. Вот этим мы занимались первое время. Но я сразу как бы так смотрел, что, ну, особо это не для меня. Я смотрел, что дальше для меня. Я же вообще... Ну, я всегда продавец был, но я до этого продавец был в нефтянке в российской. Ага. Но у меня тоже доступа к недрам не было. И тоже лицензии не было, получается. Вот. И... Продажа, в общем, всегда работала, да? Да. Всегда продаю. И потом я сюда приехал. И вот мне просто хороший мой друг Саша, мы в школе вместе учились еще, вот. Он мне познакомил с девушкой, которая сюда приехала и в Real Estate пошла работать. Лена. И она вот... Я с ним встретился, она говорит, она такая сумасшедшая, как ты, взяла билет в один конец в Нью-Йорк, приехала и продает недвижимость. Вот. И я вот так все познакомился и говорю, может он мне, пожалуйста, помочь организовать интервью, потому что ведь, ну, крутого что-то ты делаешь, какие-то классные штуки. Она говорит, конечно. И вот мне организовали интервью. Я еще думал, что там сложно попасть, что типа... Ну, Real Estate там, да. Не берут, только изградок. Да. А меня, я так понял, взяли там же, я просто это не понял. Они такие, о! Еще есть такие, которые хотят работать в Real Estate. Ты более пяти лет уже продолжаешь работать. Ты доволен? Доволен, но хочется больше всегда. Это хорошо. Много ошибок было сделано. Я именно доволен, что начал. В принципе, в целом это правильно. Расскажи, что такое КООП, как это работает. Есть две формы собственности, когда речь касается недвижимости в Нью-Йорке. Кондо-билдинги и кооперативы. Кондо-билдинги, это вот, если вы из Европы или из России, это вот более-менее приближенное к нашей системе, когда вы просто покупаете квартиру, и вот вы ей владеете, что хотите, что с ней делаете. Кооперативы, это когда, в принципе, по существу похоже, вы покупаете квартиру, но вы покупаете не именно квартиру, как вот метры, вы покупаете акции в здании в самом. Вот, ну, условно, если в здании, допустим, 10 квартир, вы купили одну квартиру, ну, вы как бы условно купили 10% здания. И есть здесь такой, как бы, как я управдом их называю, это совет, который состоит из жильцов преимущественно, из нескольких, и они должны еще вас согласовать. Да, да, и это достаточно сложно. Сложно, и есть причины, когда они могут вам отказать без объяснения, почему они вам отказали. У меня были клиенты, которые за наличные покупали, у которых все было хорошо. Вот в этом и была проблема. Можно. Ты слишком богатый, как ты смеешь покупать. Ну, это же была такая история, когда, я не помню, какого-то из русскоговорящих тоже не одобряли, хотел покупать здесь в коопах. Кооп, получается, это владельцы, да, и они смотрят, просто хотят ли такого они соседа иметь или нет. Да. Они тебя полностью чекают там в интернете, где угодно, они могут прочекать, ну, и формат, да. Так скажем, складывают для себя формат твоего, тебя, персонажа. Кейс. Кейс, да, и такие, так, хотим, мы не хотим. Ну, больше, что на самом деле, смотря на какой-то бизнес ведешь какой-то лайфстайл. Бизнес, да, и как ты заработал эти деньги, и уже, соответственно, они потом делают решения. И еще что важное, то есть денег недостаточно иметь. Вот в этом как бы тоже парадокс нью-йоркской недвижимости, когда дело касается кооперативов, like being rich is not enough, они говорят. То есть у тебя должна быть, как ты сказал, история. История. История, да. Но я хочу еще инсайд. Это логично. Это логично. Я хочу инсайд еще дать вот для твоего канала. Вот строился Bill Yannis Row, вот некоторые из высоток. Там одно из зданий, оно даже не принимало, они хотели скажем так, они хотели освободиться от нелегальных денег, и это конда. Но они как бы неофициально не принимали олигархов в свое время. И люди делали, заходила речь до контрактов, то есть вроде как бы все нормально, и билдинг переставал отвечать. Серьезно? Да. Они не хотели... Quashenable money в своем билдинге, то есть они не хотели как бы непонятно какого капитала происхождения. Ну, олигархов имеется ввиду просто непонятные деньги. Непонятные деньги, да. Ну и вроде как, даже вроде как олигархов из России там писали что-то. Ну слушай, это как бы такая, как по мне, логичная история. Если ты, ну, у тебя там 150-100 квартир в здании, да, ты продашь эти пять квартир, из-за которых потом будет репутация всего здания. Именно. И остальные 100 человек, которые будут думать, хочу лезть в жители, нет. Но смысл тебе как бы. Да, да. Ну и вот, а тут также все друг друга знают. Вот мы сейчас женщина ехали, уже знаем, что на 15 этаже она живет, она уже видимо про нас все знает. Все друг про друга все знают. Ну, это я считаю, с одной стороны, да, это сложно, когда ты хочешь продать, допустим, недвижимость, и у тебя сложно продать, потому что не любому покупателю ты можешь это сделать. Но, с другой стороны, для человека, который переезжает в такого формата здания, это, наверное, ну, неплохо. Но еще, наверное, было бы хорошо, если бы ты, покупая здесь квартиру, мог бы понимать, какие здесь другие владельцы живут. Но, наверное, плюс-минус ты можешь понимать, да? С этой точки зрения ты можешь стать членом этого борда и согласовывать. Да, но если до того, до того, как ты покупаешь тоже, ну, плюс-минус пообщавшись, наверное, с брокером, какие здания, я забыл, как он называется, где Джон Леннон, он, по-моему. Дакота Бюрдинг. Да, да, да. Кстати, интересно, что ты упомянул, потому что его вдова, Йоко Оно, вот буквально несколько месяцев назад съехал оттуда, вот, 50 лет жила. Что-то тоже новости читаю по недвижимости, все, что ты мне рассказывал про Нью-Йорк, сейчас мы ехали, я просто… Ты уже знал. Так скажем, удостоверялся во каких-то моментах. Да. Ну, что все те же порталы, там, плюс-минус, RealDeal, и так далее. То же самое, Inman, все остальное. Ты больше именно под Нью-Йорк, но в целом очень много информации. Комнаты, то есть тут очень много комнат. Это галерея. Допустим дальше, что есть. Здесь одна из комнат. Первая комната тоже с камином. Я бы назвал медиа, да, это камин? Тоже с камином. О, камин с камином тоже. Блин, ну это круто. Скажу, камин и моя вообще такая слабость. Я люблю камин и просто обожаю. Когда куда-то мы едем в горах снимать дом, я прям на Airbnb смотрю, чтобы обязательно был камин. Ага. И камин настоящий, потому что какая-то фишка пошла. Камины делают ненастоящие в домах, которые… Декоративные. Да. У них и по каким-то соображениям, из-за страховки, например, еще из-за чего-то. Ага. Но они не настоящие. Я такой камон. Это реально шале такой. Да. Ну вот этот камин, он… Потому что тут видно, что ездить из инструментарий? Да, да, да. Вот. Это вполне вероятно настоящий. Вот здесь и камин, и телевизор. Ну это… Да. Да. Это классно, когда есть такая опция. А особенно в таких холодных регионах, как здесь. В Майами это еще более или менее. Да. Но я тебе, кстати, скажу, что в Майами в некоторых домах, которые старые дома частные, там 50 лет, 60, 70, я видел камины. И я еще спрашивал, я говорю, а почему камин? Там в Майами раньше было холодно. И говорят, что да, как-то… Может температура была свежее, говорят некоторые люди. Ну и, возможно, плюс еще как-то не было вот и общего, и обогрева. Вот что сейчас? Все равно же, когда холодно или… Ну прохладно, давай. Да, да. Не по вашим меркам холодно. Включил обогрев, а оно нагревается. Да, да, да. Когда раньше не было, ты мог что-то разжечь. То есть это такой атовизм небольшой, да, с той эпохи? Я бы сказал, ну да, а что такое атовизм? Пережиток. Пережиток. Феодальный. Да, да, да. Да. Окна повсюду здесь. Повсюду деревья. Вот то, что мы еще сейчас на третьем этаже, да, здесь так-то 15-16 этажей, вот, мы на третьем этаже, то есть у вас всегда три-лайн, то есть повсюду зелень. Легче дышится. Это лакшери. Вот именно зелень, природа. Вот это вот лакшери. Да. Особенно если у вас есть зелень и природа на Paris side, то это уже прям как бы совершенно отдельная история. Вот. И один из басрумов, ну давайте посмотрим тогда, наверное, комнаты. Вот. В принципе, это все можно отделку делать свою, то есть индивидуально адаптировать как бы квартиру. Слушай, ну это как полотно такое, я бы сказал. Да. Чистое полотно, с которого можно работать полностью под себя все сделать. Огромное пространство, офигенная планировка, то что в один этаж можно. Да. Так же здесь какие-то стены подвинуть немного, но те, которые не несущие, но... И как ты сказал, то есть если покупать такое уже отделанное, то мы прибавляем 3-4-5 миллионов. Если эта квартира, она до 10 миллионов продается, то у вас еще есть бюджет на то, чтобы ее сделать под себя. А это батареи? Да, центральное отопление. Ага. Окей. И, как правило, регулируется вот одна из... Вот здесь вот поднимается и как раз ты можешь регулировать. То есть ты можешь включить как кондиционер. Да. А, да? Да. И будет прохладнее. Интересно. Ну, это такой прям classic style. Old school. Да. Винтажечка. Винтажная квартира. Как вам такая подводочка? Это моя была идея, кстати. Я могу оставаться? Ну и посмотрим это. Кстати, ребята, давайте, мне кажется, уже пора провести голосование. Пора провести голосование. Остается Римайк с нами в команде или не остается? Пишем комментарии. Вот так кривосад. Последние несколько видосиков, которые мы пишем, там Майк это все делает. Вопрос. Хотим ли мы видеть Майка? С нами не хотим. Пожалуйста, пишите. Так вот, в общем, ты... Так, вернулись, вернулись к нам. Что бы ты хотел добавить в целом про людей, которые, допустим, рассматривают... Давай, ну мы не будем говорить только про покупку недвижимости. Если которые вообще думают про переезд, про покупку недвижимости. Вообще про любого человека, который рассматривает Нью-Йорк для постоянного или временного проживания. Что бы ты рассказал из своего опыта жизни какие-то плюшки и не плюшки? Ну, во-первых, это надо делать и не сомневаться. То есть просто приезжать в Нью-Йорк посмотреть, это точно надо каждому. Ты здесь тоже много раз был сам, ты живешь в Майами, но ты знаешь Нью-Йорк. Лучше сделать и посмотреть и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я рекомендую первое время ничего не покупать. Приехать и смотреть. Пожить в разных районах очень полезно. Ты вот сегодня был... Вот эта рекомендация, вы представляете, от брокера. Да? Ничего не покупайте. Арендуйте. Я тоже, кстати, могу помочь. Не, ну если на самом деле он правильно говорит, потому что, опять же, у каждого свои какие-то потребности и задачи. Да. Конечно, вы покупаете что здесь? Вы покупаете здесь именно комьюнити. Да, privacy свой. То есть как бы нет людей, на этаже нет соседей. Вот. Вы покупаете локацию, что вы по Рейссайт и вы к центральному парку рядом, ко всем развлечениям рядом. Тут много ресторанов, здесь вообще много всего. Вот. Ну и, конечно же, вот именно эта квартира, так как здесь небольшой... Ну, кому-то нужно будет делать ремонт, но уже, в принципе, здесь можно жить. Вот. Здесь очень хорошая цена за квадратный метр получается. Сколько обслуживания здесь? Я вот... Обслуживание около 11 тысяч. 11 тысяч? Это все вместе, да? Около 11 тысяч. С налогом, правильно? Да, с налогом. В кооперативах вам дают одну цену. Это вот именно налог и common charges, это прямо вот одно будет. Да. А платится ежемесячно или раз? Ежемесячно. Окей, интересно. А обслуживание, получается, за квадратный метр здесь, наверное, подешевле, так как нет... Ну, я имею в виду подешевле. В основном с большими зданиями у тебя нету там бассейнов, спортзалов, вот этого всего. Да, этого всего нету. Меньше людей работает. Да, но с другой стороны, почему вернул, как бы нужно платить эту цену? Потому что бутиковый билдинг, вот, и Дорман... Страховки разные такие моменты, да. Экзакла. Страховки и все остальное, и как бы Дорман у вас всегда, 24 часа в сутки. Вот все, что нужно по звонку. Угу. Да. Ну, нас, кстати, хотел не пускать. Да. Жесткий Нью-Йоркский Дорман, который сказал... Нас же не пускал вначале. Который сказал, вы кто вообще? Куда идете камеру играть? Да. Такой прям... Ну, потом мы сказали, что вы из Майами, и они сказали, ой, простите, пожалуйста, и пустили. Так, здесь у нас следующая комната. Следующая комната, да. В принципе, они все большие комнаты. Вот это то, что отличает, это размер. И во всех комнатах, получается, есть своя ванная. Ага. Вот. Пять комнат, пять ванных. В свете везде достаточно хорошо. Мы уже снимаем у нас ближе к вечеру. Да. Тем не менее, все равно очень достаточно натурального света здесь. И везде арт. В каждой комнате арт. Это прикольно. Мне еще всегда интересно наблюдать, какие книги читают богатые люди, которые их владеют. Вот здесь вот Джеймс Паттерсон. Defense lawyer. Книга про адвокаты какого-то по defense. Да. Может, это он ее и написал владелец. Еще больше арта. Ты в арте лучше разбираешься. Главная спальня, да? Да, primary bedroom. Главная спальня. Тут здесь кровать, еще дополнительная кушетка. Вот это, наверное, несущий как бы стол. Всегда жалуются в Нью-Йорке, что мало шкафов. Гардероба? Да, гардероба мало. Вот, но здесь есть. Ну, видишь, у людей это, понятное дело, в последнее время все больше и больше запросов по вещам. Да. Чтобы все поместить. Да, здесь можно хранить. Кэри Брэдшоу, она бы здесь разместила все свои туфли. Все тысячи парки. Прикольно наблюдать вот такие, когда флешбеки из прошлого. Да. какие были цвета, какие материалы использовали, как это вообще вот все визуально именно выглядело. Это очень интересно. Я люблю заходить в такие... Как музей, да? Да, в Майами есть объекты, которые там испанского стиля, здания, я имею в виду. Ага. Дома частные, да? И когда... Да, да. Тоже 60-70 лет. И некоторые, ты видишь, плитку эту, которая испанская была, в которой столько же лет, где-нибудь там гардеробные и так далее. Это вот прям очень интересно. Этого у нас очень много в Нью-Йорке. Это круто. Да. Приезжайте чаще. Покажем еще больше. С удовольствием. Приглашаешь? Да. Но вы уже здесь. Вот. И все, кто смотрят, приезжайте сюда вместе с Денисом. Будете открывать Нью-Йорк. Спасибо тебе за твое время. Спасибо тебе, Денис. Я надеюсь, у нас будет много вопросов. И самое главное, это будет вопрос оставляем мы майка здесь или нет. Да. В нашей команде. Тебе давай руку. Спасибо тебе огромное, Денис. Ну и пойдемте ко мне домой. Пойдем. Покажу вам, где я живу. Давай. Сейчас. Закрыт. 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 Ключевок забыть, но не есть.